Новости продолжают эфир. Канал Ахабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Исторический максимум потребления газа зафиксировали в Казахстане за нынешний отопительный период. Об этом Косможумар Тукаеву доложил председатель правления Казахгаз. Санжар Жаркешев отчитался о работе нацкомпании. В частности, благодаря оптимизации расходов, долг предприятия удалось сократить на четверть. Кроме того, на месторождении Кашаган в Атараусской области идет строительство газоперерабатывающего завода. В число приоритетных инвестпроектов компании входят строительство подводящего газопровода КТЭЦ Алматы, второй нитки газопровода Бене уже на Узен и расширение проекта МАКАД Северный Кавказ. Рассказал Санжар Жаркешев и о наращивании ресурсной базы и реализации программы геологоразведки. Президент, в свою очередь, поручил продолжить реформирование газовой отрасли для повышения ее инвестиционной привлекательности. 22-й год для газовой отрасли был беспрецедентно сложным, однако мы смогли предотвратить кризис. Реализовали по всем потребителям газ по всей стране безперебойно. Казагаз, как национальная компания, реализовывает крупные проекты по всей стране. Газоперерабатывающий завод на месторождении Кашаган реанимирован. Стройка идет в полном ходе. Также Казагаз за счет собственных средств инвестирует порядка 800 миллиардов тенге на модернизацию газотранспортной инфраструктуры. Государственные награды за самоотверженность при исполнении служебного долга и мужества, проявленное в чрезвычайной ситуации в Турции и Сирии, присудили казахстанским спасателям. Всего в списке 17 человек. Указан президент. Они удостоились орденов Айбон Курмет, медаля Ерлигоушен, Жаун Ерлигоушен и Ерин Йенбегоушен. Кроме того, благодарностью главы государства отмечены 112 граждан. В их числе спасатели, медицинские работники, кинологи и авиационные специалисты. Турецкие спасатели обратились к казахстанским коллегам с просьбой обучить их своему делу. Они намерены отправить 30 сотрудников для подготовки. Об этом рассказал на пресс-конференции в Алматы руководитель республиканского оперативно-спасательного отряда Владимир Цой. Спасатели и специалисты Центра медицины катастроф, недавно вернувшиеся из Турции, встретились с журналистами. Напомню, из Алматы в Газиандеп первым эшелоном вылетели 38 человек. Они работали на самых тяжелых объектах, им помогали служебные собаки. После часа работы где-то мы запускали кинологов, объявляли пятиминутную тишину, приборами поиска прослушивали. Собаки там смотрели наши, потом дальше демонтировали. И вот так вот до первого этажа все расчистили. И получилось, что мы с этого дома 19 пострадавших. В двое суток мы работали, не отдыхая. После чего составили график дежурств, где спасатели в круглосуточном режиме у нас по 16 часов работали. Но ни на минуту мы объекты не оставляли. Причиной крушения вертолета Каза Авиаспаса в Западно-Казахстанской области, в результате которого погибли 4 человека, будет выяснять специальная комиссия. Двое выживших остаются в больнице под наблюдением врачей. Начато досудебное расследование. А компании, эксплуатирующие Ми-8, ждут внеплановых проверок. Санья Кобжасарова с подробностями. Первая информация о крушении Ми-8 появилась накануне вечером. Пресс-служба МЧС сообщила о жесткой посадке вертолета Каза Авиаспаса в Западно-Казахстанской области. Но это был не спасательный рейс. Он выполнял облет магистрального нефтепровода. Помимо членов экипажа, на борту были представители нефтяной компании. «Все живы», сообщалось в первом пресс-релизе. Однако позже стало известно, что 4 человека все-таки погибли. Их имена стали известны уже на следующее утро. Давлид Байконатов – пилот-инструктор. Владимир Афанасьев – второй пилот. Жардим Дускалиев – ведущий инженер. Исиязбек Андосов – старший бортмеханик. Все, как отметили в МЧС, высококлассные специалисты с большим опытом работы. Представители ведомства выразили соболезнования семьям погибших. Все затраты на ритуальные услуги также будут покрыты за счет Казавиаспаса. Семьи погибших будут обеспечены ориентировочным, примерно ежемесячным пособием ориентировочного размера оклада погибшего сотрудника до достижения совершеннолетия детей. Будут произведены все необходимые выплаты, предусмотренные также коллективным договором. Все эти вопросы, отмечу, находятся на прямом контроле министра по счетчайным ситуациям. Двое пострадавших – инженер Казавиаспаса Сергей Щеглов и сотрудник нефтяной компании Султанбек Ергалиев – сейчас находятся в отделении нейрохирургии многопрофильной больницы Уральска. Медики рассказали об их состоянии при поступлении. При поступлении в состоянии больных было средней тяжести. Сознание адекватно на вопросы отвечало. Было проведено мультидисциплинарное обследование больных, травматологам, нейрохирургам, хирургам. Проведено ряд обследований, полный рентген, УЗИ. У одного пациента было ушиблено раны верхней и нижней губы. Было проведено лечение, операции не было. Будет проходить консервативное лечение в течение 4-5-6 дней. Сергей Щеглов дал первое интервью журналистам. С его слов, экипаж был в полете 3 часа. Все шло нормально. До места назначения оставалось 50 километров. Все произошло в считанные секунды. Метели, как рассказал пострадавший, не было. Запретов на вылет тоже. Что же тогда привело к трагедии, предстоит выяснить специалистам. Упавший борт, утверждают в МЧС, был практически новым. Налетал всего 250 часов. Сертификат летной годности был выдан в начале мая прошлого года. Это был вертолет 2021 года. В 2023 году, вот в январе месяце буквально, он прошел плановый осмотр. И срок его капитального ремонта был запланирован на 2030 год только. То есть, и за время эксплуатации этого вертолета никаких факторов, которые могли бы указывать на то, что, может быть, какая-то неисправность с этим вертолетом, не было. По факту аварийной посадки Ми-8 начато досудебное расследование, сообщили в департаменте полиции на транспорте. Оно ведется под надзором главной транспортной прокуратуры. После инцидента в Западно-Казахстанской области авиационная администрация Казахстана проведет внеплановые проверки во всех компаниях, эксплуатирующих Ми-8. Целью расследования комиссии является определение причин и выработка рекомендаций. По результатам расследования будет составлен окончательный отчет, где будут указаны все причины и сопутствующие факторы. И после утверждения министром окончательный отчет будет размещен на официальном сайте министерства. Отмечу, представители завода-изготовителя Ми-8 также изъявили желание участвовать в расследовании причин крушения. Саня Кубжасарова, Диас Хобланбаев, Хабар, 24. Целый арсенал с пистолетами, ружьями и боевыми патронами изъяли у незаконных скупщиков в Алматы. Спецоперацию после долгооперативной разработки провели сотрудники КНБ. Преступники тщательно конспировались, использовали нестандартные способы сделок, но оперативникам все же удалось ликвидировать преступный бизнес. Задержаны несколько человек, у них изъяли 12 пистолетов, винтовки, ружья с современными девайсами, больше 2000 боеприпасов и различных видов ножей и кинжалов. По данным КНБ, большая часть вооружения поступала из ближнего зарубежья по налаженным каналам. Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о своих намерениях занять пост генерального секретаря НАТО. В одном из интервью британский политик подчеркнул, что у него есть такая задумка и он, цитата, рассматривает себя в качестве кандидата. Генсек НАТО избирается на 4 года, при необходимости срок полномочий может быть продлен. Мандат действующего генсека Альянса Янса Столкенберга истекает 30 сентября. Напомню, Борис Джонсон покинул пост премьера Великобритании в июле прошлого года. В Риме ЕС и Центральная Азия договорились укреплять и усиливать водное и энергетическое сотрудничество. В Италии проходит седьмая конференция высокого уровня по охране окружающей среды и водных ресурсов. Главы природоохранных, министерства, экологи, представители НПО и стран региона заявили, что будут придерживаться цели устойчивого развития ООН и Парижского соглашения по климату. Жанат Эрнст расскажет больше. В ближайшие годы страны ЕС выделят на проекты по экологии в Центральной Азии свыше 150 миллионов евро. Экоинтересы региона сходятся с задачами стратегии ЕС в рамках новой инициативы «Команда Европа по окружающей среде и воде». Для решения общих задач нужно лишь сотрудничать и делиться накопленным опытом, говорят эксперты. Как выращивать лес и увеличивать поголовье сайгаков, например? Если до 2023 года их количество составляло всего 21 тысяча сайгаков, сейчас их уже на сегодня 1 миллион 300. До 2030 года мы сократим выбросы парниковых газов на 15%. В случае оказания поддержки со стороны развитых стран, в частности Европейского Союза, мы этот показатель можем довести до 25%. Модернизация промышленных предприятий. И второе – развитие виоэлектростанций, как солнечные панели, ветровые, гидроэлектростанции. Казахстан – один из главных партнеров ЕС в работе по улучшению окружающей среды в рамках этой платформы. Это адаптация к изменениям климата, совместное использование трансграничных водных ресурсов. И Казахстан здесь играет важную региональную роль по сохранению биоразнообразия и восстановлению лесов. Представительный форум в Риме проходит в преддверии крупнейшей водной конференции ООН. Ожидается, что на ней впервые за последние 50 лет на самом высоком уровне будут обсуждены использование и охрана водных ресурсов. Эти проблемы актуальны сегодня и в Центральной Азии, и в Европе. Возможно, в вашем регионе проблемы окружающей среды проявляются более остро. Но, несмотря на то, что у нас есть свой опыт, нам есть чему поучиться у вас. В ЕС сейчас стоит проблема наводнений, и мы понимаем, насколько важно трансграничное сотрудничество. Мы также рады приветствовать расширение нашего сотрудничества, в том числе и по критически важным сырьевым материалам, и готовы работать вместе в этом направлении. Экокартина региона, наверное, не была бы полной без трагедии Арала. Стороны договорились продолжать совместную работу и здесь. С помощью зарубежных организаций удалось провести картографирование осушенного дна Аральского моря, испытать там посадку сексаула новыми методами и изучить качество воды трансграничной реки Сырдарьи. Мы с соседними странами обмениваемся данными по качеству воды. Конечно, качество воды реки Сырдарьи настораживает, и мы выявили источники загрязнения во всех странах. Теперь дальнейшая задача, выявленные источники загрязнения, необходимо ликвидировать. О большой заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве с нашей страной говорит решение форума о проведении следующей конференции высокого уровня по этой тематике в Казахстане в 2026 году. Жанна Дерн, Жомар Тахметов, Хабар, 24, Рим, Италия. Иран вновь отрицает обогащение урана. Официальный представитель иранской ядерной программы назвал эти обвинения, цитата, «частью заговора против Исламской республики». Напомню, международные эксперты ранее заявляли о наличии у Тегерана обогащенного до 84% урана. У нас сейчас нет необходимости в производстве более обогащенного урана. Если мы захотим это сделать, то сразу же объявим. Так что тут явно какой-то заговор. Тегеран пока что не предпринимал попытки обогатить уран более чем на 60%. Отмечу, что 84% урана чуть ниже уровня необходимого для создания ядерного оружия. Власти Ирана уже много лет настаивают, что ядерная программа преследует исключительно мирные цели. Международные инспекторы и спецслужбы считают, что Тегеран осуществлял программу создания ядерного оружия вплоть до 2003 года. Сахарные заводы области ЖТСУ должны наладить выпуск 180 тысяч тонн сахара. Такая задача стоит перед производителями в ближайшие пару лет. Ее выполнение должно стать главным приоритетом в деятельности региона, подчеркнул премьер-министр Алихан Смаила в ходе рабочей поездки в Семеречье. Еще были встречи с аграриями, посещение социальных объектов и теплоцентрали Талдыкургана. Гульнар Ажантасова расскажет. В два раза планируют расширить посевы сахарной свеклы в ближайшие годы в области ЖТСУ. Они составят 8 тысяч гектаров. Кроме того, за счет переработки сахарного тростника увеличится и доля производства сахара на двух заводах региона. В этом году объем произведенной продукции составит 132 тысячи тонн, утверждают представители руководства области. Завод работает круглогодично. Получили 7 тысяч тонн. На сегодняшний день переработали уже в районе 2 тысяч тонн. И в пути у нас 10 тысяч тонн. На сегодняшний день белого сахара мы получили уже 2 тысяч тонн. Хорошим подспорьем в поддержке сахарной отрасли станут субсидии на закуп урожая и специализированной техники. Уже к 2026 году посевы сахарной свеклы должны достигнуть 15 тысяч гектаров, а объем производства вырасти до 525 тысяч тонн сахара в год, отметил глава Кабмина. Сахар является самым жильным социальным продуктом. Нам важно, чтобы эти меры поддержки дали максимальный эффект, чтобы они дошли до хозяйств. Помимо того, что мы, получается, дали повышенные меры поддержки для свекловичных хозяйств, которые выращивают свеклу, мы еще и самим заводам дали оборотные средства для того, чтобы они могли закупать сырье, свеклу, тростник, горячий смазочный материал, с тем, чтобы могли стабильно работать и поставлять стабильно по доступным ценам на внутренний рынок сахар. На встрече с премьер-министром агрария подняли вопросы упрощения процедуры субсидирования сферы животноводства, совершенствования молочной и семеноводческой отрасли. Как фермеры работают по-новому, Алихан Смаилов увидел сам. На этой ферме за счет робота-дойера в сутки получают до 18 тонн молока. Весь процесс основан на передовых технологиях. Для привлечения в сферу сельчан предприниматель Рахим Каримов предложил развивать сеть семейных роботизированных ферм. Внедвение технологий нам дает качество молока. Новые роботы, они уже с искусственным интеллектом. Это уже там стоит 3D-камера, он опознает королу. Допустим, уже начиная от отела, теленка в роботе в программе, Дельпров, он уже ее ведет. Вариант решения – это кооперация. Может быть, 2-3 хозяйства, если они скоперируются. И за счет кооперации у них издержки на единицу головы будут снижаться. Если это будет просто мелкое хозяйство, то оно непроизводительное, потому что слишком много расходов. А это высокорисковый бизнес. Коровы, понятно, что очень сложно. Там есть технологии, кормовая, там и прочее. Поэтому, если кооперация будет, я думаю, это решаемо. Обсудили также проблемы строительства жилья, дорог и логистики. Вместе с тем для региона актуальной остается проблема увеличения орошаемых земель. А здесь нужно развитие ирригации. Мы разработали перспективный план. В ближайшие 5 лет нам предстоит реконструировать все гидротехнические сооружения. Для этого мы утвердили специальную программу развития водного хозяйства страны. В ближайшие 3 года из бюджета будут выделены средства на финансирование сферы в регионах. В том числе будет и ваша область. Пообещал глава Кабмина оказать помощь в выделении средств на реконструкцию основной теплоцентрали Талдыкургана. Она ей попросту необходима. Центральный котельный Басхуат уже около полувека. А износ котлов превышает все возможные нормы. По словам Акима города, Осета Масабаева на капитальный ремонт требуется 25 миллиардов тенге. Отметил Алихан Смаилов и высокий транзитный потенциал области. Здесь работают два международных перехода на границы с Китаем. Харгос и Нуржола. А также есть приграничные станции Достых и Алтынколь. Поэтому необходимо приложить все усилия для развития отрасли логистики, как железнодорожной, так и автомобильной. И таком поездки премьер-министра страны стало совещание по вопросам социально-экономического развития области ЖТСУ. Порядка миллиарда тенге в рамках госзаказа в этом году выделят на развитие малого и среднего бизнеса. 80% этих средств пойдут на оплату обучающих курсов, сообщили в Национальной палате Атамикен. Его представители отмечают, что ежегодно растет доля женщины среди общего числа предпринимателей. Более 90% всех предпринимателей это малый бизнес по Казахстану. Их порядка миллион четыреста. Выявили, что на самом деле, скажем, женщины предприниматели или там те, которые хотят заниматься бизнесом, на самом деле их много. Вот только по городу Астана мы порядка трех тысяч женщин обучили, то есть проконсультировали. И 90% из них сказали или, скажем, просят, чтобы запустили отраслевые обучающиеся программы. Предприниматели хотят обучаться точно. То есть я хочу, допустим, мне интересно там сфера IT, да? Мне не нужно тратить время на АПК. Порядка 200 госслужащих обучают основам ораторского мастерства. Сегодня деятели искусства рассказали о форматах коммуникации, основах и структуре публичного выступления. Подобные встречи в Академии госуправления будут проводить регулярно. Умение объяснять и доносить ту проводимую политику, которая ими сопровождается, это очень важно. Зачастую основные вопросы возникают именно из-за недопонимания или недоинформирования. Поэтому государственные служащие в стенах Академии обучаются умению работать с разной аудиторией. Данное мероприятие также было приурочено развитию коммуникационной компетенции. В Астане торжественно открыли улицу имени Султана Бейбаруса. Это шестиполосная дорога длиной более двух километров в столичном районе Сарарка. Раньше она была без названия. В этом году отмечается 800-летие предка тюркского народа и великого полководца. В мероприятии приняли участие министр культуры и спорта, известные общественные и государственные деятели, представители дип-миссии, творческой интеллигенции, а также казахстанские и зарубежные ученые. В этом году мы планируем провести Дни культуры Республики Астан в Египте. У нас, знаете, сейчас идет реконструкция мечети имени Султана Бейбаруса в городе Хаир. О роли Султана Бейбаруса в тюркской истории говорили и на конференции в Яну. В честь юбилейной даты в стране пройдут научные симпозиумы, международные турниры по национальным играм кочевников. Откроется передвижная выставка Исламского музея искусств Хаира. Его память также увековечит в строящемся туристическом комплексе в Кустанайской области. Ветераны Туркестанской области создают образ идеального папы. Именно отцам, а старейшины отдают ведущую роль в сохранении семейных ценностей и воспитании подрастающего поколения. В Туркестане состоялось первое собрание областной организации ветеранов. Участники встречи обсудили работу школ отцов, которые созданы во всех районах. Основная цель – повысить уровень ответственности пап в реализации своей социальной роли родителя. Для этого ветераны намерены провести еще большое родительское собрание в Туркестане с участием ученых и педагогов. Благодаря нашей работе количество детских самоубийств уже снизилось на 25%, а правонарушения среди школьников на 30%. Это работа не одного дня. Чтобы вырастить достойное поколение, готовое защищать свою страну, мы ставим перед собой большие задачи. Студенческий театральный фестиваль «Герои современности», приуроченный к 220-летию Мохамбета Утемисова, прошел в Атырау. За основу творческого состязания был взят жанр мюзикла. Молодые актеры девяти коллективов старались передать атмосферу эпохи Батыра. Победители выбирали в нескольких номинациях, в том числе определили лучшего актера, лучшую актрису, режиссеров и лучшую постановку. Для нас самое главное – это не просто воспитывать специалистов. Неважно, кем они будут в будущем – нефтяниками, врачами, педагогами. Самое важное, чтобы они впитали в себя те большие ценности и те глубокие человеческие качества, которыми обладали наши казахские батыры. И для нас установление вот этой цепочки между тем, что было когда-то, и между мышлением сегодняшней молодежи является одной из основных задач. Самые добрые, бескорыстные, щедрые в Астане чествовали победителей республиканского конкурса «Караван доброты». В этом году он проводится в пятый раз. Лауреатов в семи номинациях жюри национального проекта выбирало из почти тысячи участников по всей стране. Основными критериями были благотворительность, волонтерство и решение социальных проблем людей. Победителям конкурса вручили медали и денежные прессы. Представлены участники, меценаты, которые вносят свою лепту в развитие своего малой родины. Но к тому же времени есть и номинации, где мы поощряем маленьких детей, поощряем добрый поступок братьям нашими, то есть животным. В Казахстане таких организаций, таких личностей очень много. Выявлять, поддерживать и взращивать такое сообщество людей – это основное направление и основная миссия данного конкурса. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok